саду себе вот это сотный день все вечность вечный рай или же вечный ад зависит от этого имана какой величайший нематом и наделены вот по сравнению с этим нематом иманом все остальное это просто это не что вот скажите вот у вас проблемы есть какие-то финансовые болезни трудности вас по-любому есть какие-то трудность правильно но бывает вот скажите что по сравнению с иманом которого не да вот эти трудности абдулла ибн умар он говорил в каждой беде которой аллах не дают четыре нематой каждый балла вот у вас проблему каждого своеобразный до финансы там болезнь трудности люблю вот скажите себе в этой вашей проблеме в час вы знаете и назовите имя сказать в этом 4 не мата есть для меня от аллах писательстве как человек как иман дает туда стойкость человеку обмен на ругару каждая беды говорит для меня четыре немата будет первое что первое за то что а талфик дал мне делать собру на эту вещь на это испытание собру делать это же не мат есть люди которые собра не делают голову теряют у аллах у меня никого не кроме моего сына никого не было забрать шли это дали да добра голову теряет собрала дал это же величайший не мат к ладиной до особо тумус и батон когда их касается какой-либо виздак полю и на лилая война ли радио второе за это великая награда в судный день аллах аля за эту беду суд на день будет вас награждать разве это не милость что аллах дал эту беду третье он говорил эта беда которая латали отправляет это всегда в тысячи раз меньше чем то что если по моим грехам аллах отправлял бы беду она тысячи раз больше должна была быть если бы она отправила бы в зависимости от моих грехов аллаху тали всего лишь такие мелкие вещи отправлены это тоже большая няма то что аллаху тали да например как один шейх проходил и сверху кто-то угольки выкинул вот это уже зала дал который уже из до залу высыпал который с лишей и он сажда ту шукры сделал это аль-хамду-ли-лях и говорят что почему ты такую вещь получилось он говорит аллаху тали всего лишь вот это истлевшие угольки горит отправил если бы аллаху тали отправил дал бы по зависимости от моих грехов то огненные камни на мою голову должны были упасть а вот али всего лишь смелости улся отправил вот эту залу всего лишь все для себя тоже не мат и четверто он говорил это беда не касается моей религии это стужи величайший не мать почему при цевесе это бала беда касалась бы религии вот все вот то что она надели у нас и маном на фоне этого не ни одна беда не станете с этим ходу весь мир будет ручиться аль-хамду для аллахи манда лучше это что есть как это как адула лишаем вот говорит разве может быть несчастным несчастлив человек тот кто знает что из аллах с этой 7 миллиардов людей на земле есть люди которые не знают кто такой свечного из этого существования по телевизору посмотрят там всемирное потепление они у них депрессии стресс они в ужасе живут 2012 сотный день в ужасе в страхах живут как суд на день ждут наметаются да да сюда как их аватар фильм вышел в америке тоже почему у нас такой жизни нету все мы просто умрем депрессии стресс есть такая жизнь после смерти но имана нет поэтому это величайшее не мать это и когда все беды касается не мандал все вот разом вот когда вы скажете беда проблемы с аллах не мандал разом эти все беды рушатся некоторые если человек подумать что наверное аллах меня не любит наверно мне аллах наказать и дали аллах талини и мандал это же великая милость и это же аллама то что аллах нас любит тоже taxi Minsk его мандал это то что аллах утараля не дал когда проверка сам просил для своего дяди абу талиб а это то что аллаху талини дал для своего дядя assuerdo и браин и freakup motherfuck elite один дал то что для жены этот олицам до для сына Нуха Аля Ислам дал, для них Аллах не дал, для нас дал, просто так дал, поэтому этот Абдулла ибн Умар на сафа поднялся и взывая к Аллаху говорит, О Аллах, ты сказал, просите меня, и я отвечу, ты не нарушаешь ваад, обещание, которое дал, О Аллах, как ты, я этого не просил, а как ты по своей милости сделал меня муэмином, верующим человеком, верующим в тебя, О Аллах, вот с этим иманом из Дуньяла тоже меня забери, поэтому вот этот иман надо просить постоянно, вот самое лучшее дуа, если спросить этого дуа, О Аллах, в имане забери, вот если, например, меня просят, брат, сделай дуа там, я всегда говорю, О Аллах, в имане душу забери его, и мою тоже, и всех остальных братьев, да, поэтому всегда надо для себя просить, чтобы Аллах наши души с иманом из этого мира забрал поэтому вечный ад, или же вечный ад, от этого имана зависит, все, конца нет, и без разницы, вот всю жизнь, как ты прожил, хоть 50 хаджев, ты совершил 50 тысяч, суннат вы делал, если человек без иманомер, все это ноль, ничего оно не стоит, передает, говорит, вот эту историю один человек, говорит, был верующий человек, ему понравилась одна женщина, она была нас ранее он заболел смертельной болезнью, и он про себя сказал я страстно желал эту женщину я с ней в Дуняле не смог соединиться, если я в исламе умру, я в Ахирате тоже с ней не смогу говорит объединиться он тут же, говорит, отрекся от ислама чтобы с ней соединиться, типа в Ахирате и он умер, говорит, уже в насрании он умер когда эта женщина умерла, которую она любила, она говорит этот человек всю жизнь стремился меня и не смог, говорит, мы в Дуняле не объединились я боюсь, если я умру, говорит, на сране религии я не смогу, говорит, с ним в Ахирате встретиться и она приняла ислам, и она умерла в исламе то есть, элементарный пример, как Аллаху Тааля положение дел например, меняет, да поэтому, говорит, Абдул-Рахман ибн Ауф когда он при смерти лежал он, говорит, терял сознание ангелы, два ангела пришли к нему и сказали все, вставай, к Аллаху идем для ответа, для отчета я, говорит, испугался их страшно тогда пришел третий ангел, который пришел с небес, спустился и сказал оставьте его в покое в утробе матери он записан, как Саид счастливый пусть Аллах нас делает счастливыми людьми сейчас это дуа вспомнил если ты записал нас среди несчастных людей стери и записали нас из счастливых людей это великий дуа на самом деле есть еще время, да? 10 минут тогда продолжим передано, что один человек пришел, говорит, в Византию и увидел одну рабыню очень красивую рабыню и он засватал ее, говорит он захотел жениться на ней тогда, говорит, они отказались ее, там, опекуны выдать ее за него пока, говорит, он не примет их религию он принял их религию чтобы жениться они привели этих священников привели он в общем от ислама отрекся принял и так далее все сделал и это рабыня в это время которое он хотел она вышла, говорит подошла к нему и в лицо плюнула ему плюнула и сказал говорит тебе ты оставил истинную религию из-за шахвата, говорит она лицо плюнула ему а как же я, говорит батль не оставлю ради вечного счастья, говорит она ашхаду а ла и ла и ла и ла и ла и ла и Анна Мухаммад и Расуллу он сказал